Продолжение следует... В 77-м году Набухико Абоящий выдал незабываемый, для тех, кто его видел, фильм ужасов. Дом. Эммм... Формально это фильм ужасов, но ситуация немного сложнее. По крайней мере, завязка сюжета у него чисто хоррорная. У главной героини начались школьные каникулы, и её подруги решают поехать за город. Сама она обещала, что проведёт это время со своим отцом-вдовцом. Но, узнав, что тот нашёл себе новую пассию, закатывает истерику и сбегает к единственному человеку, который хоть как-то связан с её погибшей мамой, к тёте. Заодно прихватив своих подруг. Тётя живёт в большом особняке, в далёкой глуши, в полном одиночестве, что несколько странно для инвалида. Девчонки замечают эту странность, но им ещё не вдомёк, что не все вернутся из этого дома. Вот со стороны сценария, это кино – чистокровный хоррор, без намёков на какие-то странности или жанровые эксперименты. Здесь есть и жестокие убийства, хоть и происходящее обычно за кадром, и мрачные подтексты и темы, особенно прямо проговариваемые в финале. И атмосфера неизвестности и неуюта. Нет сомнений, что сценарист Чихо Кацура задумывал и писал именно фильм ужасов. Но! Всё это разваливается и собирается заново под фактором того, что эта картина полностью режиссёрская. Постановщик-обоящий выбирает радикально авторский стиль подачи. Дом можно грубо описать как забавно-жутко-странная сюрреалистическая фантасмагория с духом мюзикла. Ядрёный коктейль из жанров и стилей, часто называемый самым милым фильмом ужасов на планете. Не могу поспорить, он действительно вызывает ощущение милоты, даже когда на экране летают девичьи оторванные части тел. Нереальность происходящего возводится в какие-то абсолютные величины, перетекая в гротеск, который, однако, становится не отталкивающим, а приятным как глазу, так и... Эммм... Всему телу. Больше всего хаосу напоминает дом страха в типичном парке аттракционов. На тебя выпрыгивают всякие штуки, а ты и пугаешься, и смеёшься. Чаще всего это бред, который можно понять, только если знать некоторые фольклорные японские истории, сущности и так далее. Но, по большей части, вся картина – это один сплошной полёт фантазии, что мне очень и очень нравится. Этот полёт, в первую очередь, выражен в визуале фильма. Здесь много разнообразных эффектов и приёмов, от раннего хромакия до затопления декораций в резервуаре с водой. Конечно, иногда они выглядят нелепо, но есть подозрения, что примерно на это и был расчёт. По крайней мере, они соседствуют со вполне жуткими вещами, так что нельзя сказать, что авторы не умеют делать истинно страшно. Очень классная работа с цветами. Из-за того, что почти весь фильм снят на фоне задников или внутри декораций, создатели могут очень точно применять нужные цветовые схемы. В том числе и те, которых в реальности крайне тяжело добиться. Ну и опять же, внутри фантасмагории может происходить что угодно, так что никто и не ограничен в своих творческих порывах. Что заметно и в монтаже. Я уже показал некоторые монтажные решения, так что сильно распинаться не стану. Сейчас так скроенное кино почти не встретишь. И самое забавное, что даже при таком, якобы несерьёзном, или как сказал бы какой-нибудь диванный эксперт во всех областях, дилетантском подходе к монтажу, он полностью справляется со своими задачами. Он верно и своевременно акцентирует внимание зрителя на важном. Он отлично играет на контрастах. Он работает с атмосферой фильма и создаёт примерно её треть. Остальные две трети за постановкой и её визуальными решениями и музыкой. Помните, я сказал, что это кино с духом мюзикла? Так вот, музыка здесь не прекращается никогда. И она ещё больше усиливает ощущение странной нелепости, потому что почти всегда танцует со всё тем же контрастом. Достаточно сказать, что дом начинается как какой-нибудь школьный мюзикл. А ещё я хочу устроить маленький тест на возраст. Кто-нибудь вспомнит, где ещё можно было слышать эту мелодию? Не сказал я ещё ничего про, собственно, действующих лиц, но это потому, что про них мало что можно сказать. Они не просто киношные архетипы. У них даже имена говорящие. Умница-проф, музыкант-мелоди, спортсменка-кунг-фу, мечтательница-фэнтези, сладкоежка-мак, милашка-свит. И только у главной героини имя не столь говорящее для неяпонского уха. Примерно перевести его можно как красавица. Как персонажи, они, очевидно, выполняют всё то, что им положено по архетипу. Ну и умирают, ясное дело. Так что что-то особое про героинь сказать не получается. Они инструменты для показа этой дикой истории. Иногда случаются проблески чего-то, похожего на сложность характеров, но это происходит редко, да и не так, чтобы необходимо. Сыграны же все они вполне хорошо. Из-за того, что показывать нужно стереотип, ни у кого из актрис не возникает проблем. Вот всё, что ожидаешь увидеть от такого образа, получаешь. Хотя один неожиданный майндфак я всё же словил. Местная спортсменка, как две капли воды, похожа на Хару Кукудо из Розелии. Я точно знаю, как описать дом. Это действенная прививка от обычности кино и обычного кино. Если вас задолбал типичный, одинаковый конвейер современного мейнстрима, но не хочется или не готовы лезть в какой-нибудь дикий артхаус, то дом – ваш выбор. Он не похож ни на что, что выходит сейчас. Он даёт и посмеяться, и попугаться, и поймать себя на мысли, что я вообще смотрю. Ближайшим аналогом таких ощущений я могу назвать вторых зловещих мертвецов, но там Сэм Рэйми не стал рисковать и идти настолько вперёд в своём полёте фантазии. Слава вселенной за то, что японцы не боятся делать такое. Максимально другими получились «Тёмные воды» 2001 года. Режиссёр Хидео Наката, поставивший два оригинальных японских звонка и затем сиквел американского, решил одновременно отойти от того, что показывал в своей самой известной работе, и вместе с этим сделать кардинально иное то же самое. После развода Йошими со своей пятилетней дочкой переезжают в небольшую квартирку в старом, потрёпанном временем доме. Развод тяжело даётся, что главной героине, что маленькой Икуко, а усугубляет ситуацию, постоянно капающая с потолка вода. Спустя некоторое время героини узнают, что прямо над ними жила семья, из которой два года назад потерялась девочка. Спустя ещё некоторое время Йошими начинает находить вещи пропавшей. Опять же, формально это точно такой же хоррор, как и предыдущие фильмы Накаты или «Моё любимое проклятие». Здесь снова происходит столкновение человека с чем-то непонимаемым и мистическим. Снова есть образ призрачной девочки. Снова тема преследования и большой травмы. Не повторяется ли режиссёр, создавая кино по якобы тем же шаблонам? А что если я скажу, что этот фильм не только незаслуженно недооценён и забыт, а ещё и лучше всех итераций звонка? Хотя бы по одной той причине, что его смысловое наполнение глубже. Все хоррорные элементы – это всего лишь способ ещё раз иносказательно начать разговор о социальном кризисе, о страданиях детей при разводах, о незавидном месте матери-одиночки в японском обществе. Да и не только японском. Этот фильм в первую и главную очередь – социальная драма, очень болезненная и пронзительная. Этот фильм о двух маленьких людях, которые бесконечно нуждаются друг в друге, но которых всячески пытаются разлучить. В настоящем мире – отец и его адвокаты, напирающие на то, что Йошиме раньше пришлось проходить курс психологической реабилитации. В ином мире – призрак Мицко. А может и не призрак вовсе. И да, здесь есть та остринка-двойственность. Зритель не уверен в подлинности мистической стороны фильма, потому что нам сразу говорят о личных проблемах протагонистки. А учитывая нарастающее давление извне, можно подумать, что весь ужас как раз в накручивании расшатанной психики. Нам не просто так показывают практически идентичные судьбы главной героини и условного антагониста. Наплевательское отношение родителей и желание восполнить нехватку этой родительской любви. В итоге, Темные Воды становятся призывом к сохранению традиционных семейных ценностей в частности и банально гуманистическим призывом в общем. От хоррора здесь все еще остаются и очень неуютная атмосфера, и просто страшные моменты, и присутствие смерти на сцене. Но для меня все это стало фоном, нависающим над всем остальным, а не игроком на первом плане. Также название картины не обманывает. В ней действительно очень много воды. Это, наверное, самый мокрый фильм из всех, что я когда-либо смотрел. Дело даже не в количестве, а в постоянном присутствии в виде отдельной, полноправной сущности. Практически так же, как у Тарковского, вода – это то, через что происходит переход и взаимодействие нашего мира и иного. Это и портал, и существо. Вещь в себе. Чувствуются отголоски народных японских верований, но в современной интерпретации. Что было и в звонке, Ясенпень. А вот в отличие от дома, герои здесь уже не представляют собой стереотипы, а вполне могут называться персонажами. У Юшими есть и прописанное прошлое, и мотивация ко всем своим действиям, и огромное желание защитить свою дочь и дать ей то, чего у нее самой не было – любящую мать. Хитоми Куроки адекватно и правильно показывает человека, балансирующего на грани между необходимостью вести себя нормально, чтобы не выказать свою, якобы съезжающую крышу, и желанием бежать прочь и с криками из этого дома, схватив Икуко за руку. Ику-чан же во всей этой истории – непредвиденная жертва, оказавшаяся между трех огней – родительских и мистического. И меня всегда удивляло, как в кино можно добиться от маленьких детей такого отыгрыша. Кто и как с ними работает? Потому что исполняет свою роль Рио Канно настолько естественно, что еще и от этого становится жутко. Но, конечно, главной создательницей жути будет то ли девочка, то ли виденье… Кхм-кхм, простите. Мицко. И тут я тоже остаюсь в удивлении, почему она не стала таким же запоминающимся для зрителей образом, как Садако. Ведь у девочки в дождевике гораздо трагичнее судьба. Ее просто-напросто жалко. Она здесь жертва и творит зло неосознанно, в отличие от той же Садако. Про Самару я вообще молчу. Среди всех призраков из японских киноужасов ее можно назвать откровенным террористом. Пожалуй, единственное, в чем Мицко проигрывает своей предшественнице – это визуальная выразительность самого образа. Что, опять же, забавно, потому что если сравнить сами фильмы, то тут уже воды выигрывают в визуальном исполнении. Здесь и с цветом играют, и операторская работа сильней, и, повторюсь, атмосфера художественней. Да это даже финала касается. Концовка «Темных вод» буквально лучше, из-за того, что она что-то значит, а не только является способом эффектно завершить фильм. Что до остального технического исполнения? Ну, девиз таков – простота друг японского кинодела. Куда ни ткни, везде все сделано просто, но как же действенно? Это же касается музыки и звука в целом. Музыка простая, вот обычнейшая для жанра, как раз такую и ожидаешь услышать, когда включаешь фильм ужасов. В звуке хочется отметить его монтаж, потому как половину страшных или жутких моментов делает именно его подача, сочетание разных слоев и тайминги. Главной же причиной, почему воды могут не понравиться, я вижу то, что зритель, скорее всего, будет обманут ожиданиями. При желании увидеть что-то по типу все того же бедного, затасканного как придорожная проститутка звонка, он получит печальную драму о том, как ломаются семьи, о детях без родителей и родителях, потерявших детей. Главная эмоция, которую провоцирует эта картина, не страх, а печаль. А в моих глазах хоррор, который может дать не только страх, но и что-то другое, стоит больше, чем тот, который способен играть только на территории ужаса. Продолжение следует...